Сегодня пятница, хорошая погода, 28 градусов, в Австралии осень, очень много людей сейчас в том же самом парке мы собрались, Гарвей Пак. Вот девочки жарят здесь сосиски, барбекюшница, дети играют на площадке, сейчас еще каникулы, до понедельника или до вторника точно не скажу, каникулы детские в школах, поэтому родители вместе с детками отдыхают на природе. Подошла Наташа, Наташа, как дела твои? Отлично, отлично, девочки, дела. Я хочу предложить сейчас нам всем рассказать, так как мы все здесь новые и свежие, у нас впечатления еще такие очень острые, мы все воспринимаем очень так живо. Эмоционально, ты хочешь сказать? Эмоционально. Это всю жизнь будет, эмоциональные русские женщины, конечно. А я боюсь, что у меня это все притупится, и я забуду. Поэтому пока мы помним, и пока я, например, вижу разницу, я хочу предложить всем рассказать что-то интересное, что удивляет, что поражает. Вот что по-другому. В Австралии? В Австралии, чем дома. Вот, например, вчера мы были в Government House, это такое, в центре города, здание красивое, старинное, достаточно маленькое. Раньше там было правительство, а сейчас там осталась только представительница королевы. Это ее должность. Ну, соответственно, там при этом Government House, при этом правительственном здании, красивый парк, который открывается дважды в неделю, в вторник и четверг, с 12 до 2. И мы зашли в этот парк, потому что там очень красиво, там розы, там уникальные растения растут. Обратили внимание, что на входе, вот самая главная клумба на фасаде здания, смотрю, она какая-то такая странная, какая-то, извините за меня, какая-то ободранная. Думаю, что такое? Начали присматриваться, а на главной клумбе растет петрушка, укроп, сладкий перчик, горький перчик, хрен, ревень. В одной клумб? Несколько клумб. И так оно слабенькое, а их там совсем немножко, и такое оно, ни таблички, ничего нету. Мы думаем, что такое, думаем, почему это все. Потом я узнаю, оказывается, первопоселенцы, когда сделали это здание главным, первоприбывшие 200 лет назад, они рядом со зданием держали огород. И вот, получается, да, и получается, это сделано как память. Здесь не делают что-то такое помпезное. Если главное здание, то все должно быть невероятно красиво. Здесь все делают как бы со смыслом и скромно. Вот это меня удивило. Я хочу рассказать, просто если зашла речь о гаверменте, да, местном, то я имела как радость такую, для меня лично радость, я присутствовала на Ситизен, на вручении Ситизен здесь. Но говорят это не везде, а вот в том месте, где я его видела, мне тоже один момент поразил, хочу про него рассказать. Дело в том, что когда вручается сертификат, сертификат на гражданстве, да, ну понятно, с нашим знаменитым, с Эмму, с таким пиндельком, может присутствовать абориген настоящий. И он будет говорить какую-то приветственную речь на своем языке. То есть я первый раз услышала резкий переход, два человека вроде бы говорили, что сейчас мы будем там вручать, мы поздравляем вас всех, вы становитесь австралийцами. И тут он резко вот заговорил на своем языке. Я никогда до этого вообще не слышала аборигенов, их же не так много. Для меня было вот это изумительно, что он во время вручения вот этого гражданства, он как раз говорил, что вы живете на нашей земле, мы рады вас встретить, мы рады тому, что новые люди, хорошие, принесут что-то интересное в эту страну. Вот это меня поразило, потому что я думала, что не будет такой степень, а это образованный человек, который помогает, видимо, таким образом, как-то освоится здесь и поддерживает традиции, и культуру поддерживает его. Подчеркивает немножко, что земля-то его. Да, да. Добро пожаловать в гости на нашу землю. Потому что и он стоял, у него в руках был бумеранг, даже несколько каких-то бумерангов и что-то еще, какие-то инструменты аборигенские. При этом он был в костюме, в обычном костюме, как цивилизованный человек, но у меня это, я не знаю. А ты мне напомнила насчет стоял. У нас в Тэйфе, там, где мы учили английский язык, был один митинг, то есть встреча второго и третьего курса. У нас было очень много студентов, и учительница, для того, чтобы было ее слышно, залезла на стол. Да, Кэти. Залезла на стол Кэти. И начала со всеми разговаривать прямо со стола. Ну, это возможно, возможно, чтобы учитель стоял на столе, и все при этом спокойно это все воспринимали. А дети при этом в школе могут сидеть на полу. Например, у них, это, чтение у них, сидят за партами, а математика, так, все сели на пол, все перелезли и сели под парту. А почему? Для того, чтобы менять положение спины, чтобы не засиживались. И у детей это настолько выработалось, что на автобусной остановке, рядом с лавочкой, лавочка пустая, дети сидят возле лавочки. Прямо на земле. Или я однажды пришла в Тейф в белой шляпе. Белая шляпа такая у меня большая, поля такие большие, вот такого диаметра летош. И села, а парты небольшие, думаю, куда же ее положить? Положу сюда, в тетрадь некуда ложить. Посмотрела, все столы заняты. Думаю, куда же положить? Положила на пол рядом с собой. Это нормально, никто меня не осудит. То есть, совершенно, делай что хочешь и все принимается. Потому что мультикультурная страна, значит, наверное, у меня, там, где я живу, наверное, шляпы кладут на пол. Хотя у меня там не кладут, у меня грязно, на полу будет. А здесь это, я подняла шляпа чистая, то есть, да, с этим проблем нет, можно на полу сидеть. Нет, я по поводу пола, то, что, видимо, мы все время так будем вспоминать, что-то. Когда у меня сын приехал тоже в школу, правда, на другой стороне, но здесь то же самое. И я сказала, что он не умеет так сидеть. Вот они же сидят, ноги вот так вот скрести, а он так не может. Я попросила учительницу, говорю, может быть, он просто на коленочках будет сидеть? На что мне сказали, нет, у нас сидите сидят одинаково. И, поверьте, ему это будет полезно. И мне сразу сказали, что ему придется так делать. И, конечно, спустя какое-то время он стал сидеть, как все, и я не жалею, потому что у него даже осадка не будет. Ну, и про здоровье мне тоже вспомнился момент. Австралийские женщины, вообще все, думают, чего бы у вас есть еще такого здоровенького, правильного, для того, чтобы похудеть. А мы всегда, женщины, думаем дома, там, у нас на Украине, мы думаем, чего бы такого одеть, чтобы скрыть свои недостатки. Правильно? Есть такая разница возгляда. Разница возгляда. Я заметила, что меня удивило в австралийцах, это их отношение к здоровью. Причем это действительно удивительно. Они могут есть очень здоровую пищу, допустим, мясо, свежая, свежина, там, или свежая курица, которая бегала по зеленой травке, и тут же заправлять ее приправами химическими, совершенно искусственными, с красителями, с вкусовыми добавками. И они совсем не задумываются о том, что это вредно для здоровья. Да, либо они занимаются спортом в 12 дня, когда самое яркое солнце и самая большая опасность получить какое-нибудь заболевание от солнечного света, они все бегают по улицам под яркими солнечными лучами, занимаются спортом. При этом, что у них одна из самых высоких, один из самых высоких процентов заболеваемости рака кожи. То есть, ну вот как-то вот удивительно. То есть, они с одной стороны заботятся о своем здоровье, а с другой стороны, вроде бы, такие простые какие-то идеи, которые для нас кажутся нормой, там, не есть химию, или там, держаться на солнце, подальше от солнца в середине дня. Они вот как-то этих правил не соблюдают, не интересно. То есть, тебя это поразило тоже, да? Да, меня это поразило, вот какая-то вот двойственность. То есть, и они так доверяют своему правительству, они так доверяют своей медицине, что они, если ты можешь это купить в магазине, значит, это априори здоровая пища. То есть, ну, это в этом смысле хорошо. Ну, может быть, действительно здесь контроль несколько другой, чем в России. Естественно, у нас здесь, наверное, проходится какой-то этап. Ну, ГМУ у них практически нет. То есть, у них на два продукта есть разрешение ГМУ, а так все продукты выращены естественным путем, без всяких этих мешаний. Ну, я про пищу пока не вспомнила ничего новенького. Я хочу сказать, что на все праздники устраивают детские аттракционы бесплатно. Причем такие крутые аттракционы приезжают, монтируют целый день, и дети все играют бесплатно. Вот это мне очень приятно, молодцы. Это что меня поражает? Мне поражает вылазка австралийских женщин, не мужчин, а женщин, в пятницу, в субботу и все. Ну, пятницу и субботу, потому что для меня это как-то необычно. Они одеваются как на свадьбу каждый раз. Ночные клубы, пабы, улицы. Просто дело в том, что... Мужчины тоже, мужчины тоже. Мужчины все-таки, да, они в рубашках ходят, они аккуратно, да, аккуратно. Но дело в том, что если сравнивать с другими странами, там все это попроще. Именно у австралийцев почему-то вот это огромное количество косметики. Должен быть наряд прям вот стол или сногсшибательный. Они будут выглядеть, причем они будут выглядеть однотипно. Женщины часто выглядят просто безформенная прическа. Большое количество косметики, вот такое платье-футляр, прям один к одному, вот они очень похожи друг на друга. Я не знаю почему, но вот у них... Наверное, девочки, потому что они всю неделю трудятся, они совершенно не накрашены всю неделю. А потом отрываются в пятницу-субботу, когда хочется нарядиться, себя украсить по-максимальному и выйти в люди, как говорится. Но при этом это будет с перебором. Потому что в России, я встречала в ресторанах, я много раз была во всяких местах, я не буду перечислять их. Люди одеваются просто дорого, могут одеться, но это не будет броска. Это не будет с большим количеством бриллиантов или там ушных украшений, диадемы и тому подобное. А здесь будет очень вычурно даже порой. И смотришь, думаешь, как это странно, что-то случилось. Может, такой большой праздник грандиозный, ты не можешь понять. Большая потребность, вот она выплоскивается время от времени. О покупках. Моя Дуця как-то забежала в магазин, и ей понравилась одна вещь. Она посмотрела, у нее было недостаточно... Она была недорогая вещь, но у нее не было недостаточно денег на карточке. Она мне звонит, мама, ты будешь идти мимо после обеда? Зайди в этот магазин, я оставила себе вещи проплатить. Я захожу, и они говорят, извините, пожалуйста, но после обеда цена понизилась, и мы вам пробьем дешевле. Вещь уже куплена, вещь уже оставлена. И вы видели, чтобы вам снизили цену, и изменились при этом и понизили цену. Потому что если ты об этом узнаешь, о том, что у них была скидка, и на них заявишь, у них будут большие проблемы. То есть закон здесь действует, да? Или здесь существуют на фруктовых базарах распродажи. И часто продавцы кричат, один доллар, один доллар, один доллар это стоит. И он бегает между рядами и распродает все. Люди берут это все, и потом нужно дознать продавца, чтобы отдать ему деньги. Никто не убегает, все набирают, совершенно бесконтрольно идет эта распродажа. И никто не обманывает. Вот это меня удивляет. А как насчет заправок? Сначала ты заправился, а потом ты идешь платить. Сначала заправился, а потом ты идешь и платить. А я спрашиваю у мужа, а как это может быть? Он говорит, а как иначе? Они же не знают, сколько ты литров влей. Ты влей литры, а потом иди заплачь. Девочки, мы не забываем, что здесь везде камеры. Да, и они уже просто привыкли быть законопослушными. И еще очень много мигрантов в Австралии. Из-за любой маленький какой-нибудь проступок тебя могут из этой страны просто депортировать. Да, поэтому уже настолько все, будучи мигрантами по природе, привыкли поступать правильно, что все уже друг другу доверяют. И просто нет таких явных эксцессов, каких-то часто. И здесь нету полиции на дорогах, абсолютно. Но при этом ты можешь потерять права в течение одного дня. То есть, если ты выходной день дважды нарушил скорость, то выходной день удваивается этот штраф. У тебя четыре нарушения, у тебя забирают права. А кто определяет скорость? Как это определяется? Ну, камеры. Везде камеры стоят, да. И можешь напороться, потому что... Ты не можешь объяснить, что камеры здесь трех случаев. Они измеряют, если ты превысил скорость. Камеры измеряют, если ты встал на бас-лейн, на автобусную полосу, да. Встал именно, не проехал, потому что вот здесь даже езжаешь. Видно, что ты можешь ее использовать. Но если ты на ней стоишь, то свиньи тоже будут проблемы. И третье, вот третье... И красный свет? Да, проезд на красный свет. Ну, меня тоже вот поразило, что здесь... Фиксируется. Да, законопослушная австралийца. Вот горит красный свет на пешеходном переходе. Ни одной машины. Все будут стоять и будут ждать, пока загорится зеленый. Меня еще поразили, например, дороги австралийские. Насколько они хороши. Заасфальтированы очень хорошо. Везде очень гладенькие дороги. Если ехать в Маргарет Рива, там, извините, там уже... Нет, подожди, это уже дорога грунтовая. Это уже другой вопрос. Нет, не грунтовая. Что плохая, асфальт? Асфальт совершенно другой. Потому что как только заканчивается фрилей, и как только вот начинается близость к Дансбору... Я сама вот буквально недавно ездила, я могу точно сказать, там другое покрытие идет. Ты чувствуешь уже вот эту вот... Вибрацию. Вибрацию, потому что там крупно... Зерновой положен. Ну, послушай, это совершенно разные вещи. Вибрация и ямы в асфальте. Это же раз. Естественно, конечно. Дырки и ямы. Это когда машину подбрасывает, и она... Это под вибрид. Да, это уже не до вибрации, когда... Там просто другое слое. То есть она, судя по глазкам, но... Ну, молодец. Это ты уже прям, знаешь, придираешься, называешь. Удирай. Нет, ты должна ложку дегтя добавить маленькую. Малюсинка ее добавила в елку даже. Да, я просто к дорогам другим как бы привыкла. В России. Поэтому не будем уточнять. Но сам факт, что здесь смотришь на дорогу, когда едешь, и все понимаешь. Где будет поворот, где будет съезд какой-то. Это просто настолько дороги все удобные. Настолько все продумано. Здесь ездят по другой стороне, и я думала, боже мой, как я слою другую сторону движения свободно, потому что разместка очень хорошая. Даже ление в ту сторону, стрелка туда едет. Ты на своей стороне стоишь. Еще здесь нужно любой сервис забронировать. Например, поход к доктору или встречу где-нибудь там, ну, в любом офисе. Если ты опоздал на 5 минут, это катастрофа. Очень удобно записываться, потому что все по времени, экономия времени у всех. У всех есть работа. Еще, девочки, Надюша, что тебя поразило в Австралии? Ну-ка, расскажи. Меня поразило очень вкусное мясо. О, молодец. Биф. Какое именно? Биф? Биф. Говядина, да? Да, очень вкусно. А меня, наоборот, баранина поразила. Кстати, баранина на этих, как они называются? Катлетс? А, которая котлетная? Да, 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 катлетс. Нет, они на косточках, которые это... Ну, горючки. Ребрышки, да. Объедение просто, особенно если на барбекю. Потому что это ягнятинок. С хорошим австралийским венцом. Слушай, а правда, девочки, что здесь баранье мясо действительно ягнятинок. Годовал их забивают, а уже позже... Когда он такой нежный, это лэм. Да. Дело в том, что поэтому, наверное, объясняют, что оно очень мягкое, еще нежилистое. То есть барашек недолго нет. И вот удивительно, что оно без определенного привкуса, который присущий обычный баранин. За кто привкус существует у свинины? У свинины все отмечают, что свинина здесь гораздо хуже, допустим, потому что у них не кастрируют кабана. Не кастрируют, да? Нет, в России кастрируют, поэтому нет запаха у любой свинины. Здесь не кастрируют, мне это тоже объясняли. Поэтому это боль. Если попался кабан, то вы если попался. Да, это неоднократно. Бан или пропал. Я свинину даже не покупаю. Мы покупали, нам везло. То есть мы роя сделаем, мы запекаем свинину. Горядину тоже запекаем. Потому что ты покупаешь всю мою свинину. Просто австралийцы привыкли уже к этому привкусу. Они не обращают внимания на то, что своеобразно. Еще в австралийцах очень удивило. Вернусь опять к продуктам питания, мы все-таки не можем. У них все, как бы вся реклама по телевизору о еде. Все какие-то мероприятия развлекательные, все связаны с едой. Сопровождаются по битью и прочим этими. Самое любимое шоу развлекательное – My Kitchen Rules. То есть мои кухонные правила, когда там компетейшн постоянно, вот эти приготовления. То есть может быть это влияние итальянцев, которые приехали сюда, да, как бы первыми основными мигрантами с ресторанами. Ну здесь, конечно, рестораны шикарные, кухня замечательная, можно попробовать любую кухню, там, 15 минут от дома. Но, на мой взгляд, очень много посвящается теме еды. Ну то есть меня это немножечко даже удивляет. Ну и здоровое питание тоже. Ну и сейчас уже, да, как элемент, тоже здоровое питание. Или здоровый образ жизни, вот тоже у них тут две рекламы. Да, 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 здоровый образ жизни, пробежка. Что меня поразило, что молодые люди, которые в хорошей спортивной форме, они бегают по паркам. И очень редко можно увидеть человека после 40, после 50, который с животиком бегает по паркам, понимаете? Ну не приезжайте к нам в 7 вечера, мы каждый день это делаем. Но мне говорили, что это потому, что вы живете практически близко к центру Перта. Все, что касается Бушес уже, тех, кто живет в Бушес, там уже даже ожирение. Или Су. Там ожирение, потому что им нечем больше заняться. У нас традиции, между прочим, одни из первых мест занимают вообще по миру с ожирением людей. Но это считается именно, как мне объяснили, это Бушес, потому что им заняться нечем до океана. А почему не бегать, пробежки не делают? А потому что до океана далеко, ради чего? Они все смотрят телевизор, купаются в собственном бассейне, занимаются своей работой. И смотрят телевизор, все, у них больше нет никаких развлечений особо. Мне объясняли так. Я, конечно, не знаю, я в лучшем расстоянии. И они очень много едят сахаром. То есть, вот мы сюда приехали, что я заметила, мы покупали мороженое, печенье. И я заметила огромное количество сахара. То есть, все продукты с сахаром очень сладкие. Но при этом они не пьют чай и кофе с сахаром. Они говорят, ой, столько сахара. Ну, что вы, что вы, без сахара. Да, но зато они, потому что сладкий пирог едят. А, и пироги едят чаще всего с мороженым. То есть, Люля, как бы это... Как насчет фишн чипс? Ну, это же английское уже. Ну, да, это с Англии. В зависимости от шопа. Подождите, а English breakfast? От которого хочется обратно в постель вернуться. Что ты имеешь в виду English breakfast? Нет, full English breakfast – это большое количество завтрака, которое у них существует. Ланч. Нет, это breakfast даже, это даже не ланч. Это когда у вас должны быть яйца обязательно, должны быть каша, бекон, яйца, может быть, омлеты или просто яйца, потом бинс, как это называется? Бобы. Бобы. Есть full English breakfast, есть кондиментальный завтрак. Это булочка, чашечка кофе. И здесь, ну, считается, что австралийские ставят вот так вот. Хотя они на папин день, то есть Father's Day, дети обычно готовят папе такой breakfast в кровать. То есть вот у нас Моника Дэвиду приносят вот такую тарелку, вот как Света описала. Еще грибы забыл. И вот он все это съедает с удовольствием. И счастливый отец. Все. Да, конечно. И засыпает с ледом. Громадные. Ну, интересные, конечно. А еще, девочки, как вы относитесь к тому, что зимой, ну, в Австралии зима действительно не настолько серьезная, но однако же может температура опускаться до плюс 5 градусов. Ночью. Днем почему? В Персе тоже бывает. Да. Конечно. Ну, еще впереди. То есть, ну, какой стиль. Да. И в это время можно увидеть на улицах австралийцев сланцах. В сланцах. В хоробе босиком. Вот босиком, да. Шопинг-центр, холодина. Мама бывает идет в сланцах, ребенок босиком. У меня сердце холодеет. Это закаляет детей. Да. Ну, сами родители тоже, молодые австралийцы, очень часто можно увидеть. Так любят одеть шапку и шарф. Я видела одну. Да, даже стильная. Сидит шапка такая, вязаная такая, красивая, с бубоном. Вот такой шарф двухметровый замок. Но в сланцах. А вниз весь у нее шорты и сланцы. Класс ты же. Да. Я хочу объяснить. У меня был бэкграунд еще в другой стране, из которой все это дело и перешло сюда. Дело в том, что у них действительно принято закаливать детей с младенчества. И они будут ходить с зелеными соплями, но с босыми ногами. У них действительно будут шумы сверху, но босые ноги. Они считают, что лечат холодом. И в Америке, кстати, тоже сохранилось. Если мы всех перегреваем, и нам нужно, как сказать, начнем с того, что бацилл убивается разностью температуры. Либо очень холодно надо сделать, либо очень горячо. Они делают холодно, но горячо. Вот и все. Тоже мороженое при ангине. Да. То есть и при ангине при простуде имеют мороженое. Вот и все. Только поэтому. Нет, девочки, а как вы считаете, вот таким возрастным женщинам, как я, например, возможно полностью перестроиться под австралийский лад поднятие иммунитета? А зачем? Зачем тебе перестроиться? Ты что-то бери для себя, что тебе подходит, что ты себя чувствуешь комфортно. Ну, иммунитет-то надо поднимать как-то. Иммунитет на океане поднимай просто. Морская вода, она везде морская вода. Согласна, сто процентов. Вот в этом уверена, что... Даже морской воздух очень полезен. Да, я знаю одну женщину, с 72 года. Она выглядит отлично. Ну, лицо не будем брать, допустим, нет. Тело, тело, девочки, тело, ноги без единых веночек. Без ничего. Что она делает? 72 года. Что она делает? Она каждое утро ходит на океан купаться. Только в самые холодные дни, вот зимой, она не ходит. А так все осень она ходит. Начало зимы, там конец зимы. И она каждый день купается по 10-15 минут в океане. Ну, еще как-то в своем организме тоже. Ну, так она сказала, что она это начала делать вот буквально, как вышла на пенсию. Слушай, ну попробуй. А у вас еще есть время делать? Ну, мне до океана 45 минут и ехать надо. А я думаю, у нас 45 лет еще. Да, да. Ну, 45 лет и ехать, дай бог дожить. Ну, имеется в виду, что мы еще успеем начать. 40 лет в Пуче, по-моему, Москва, Владивосток, да. Вот, а я хочу сказать очень приятный момент про медикея. Нам пришло письмо о том, что вашему ребенку положено от государственной страховки медикея сколько-то долларов? Тысячи. Тысяча долларов в год, поэтому пойдите пройдите этот тест дантиста. Дантиста пройдите, о, а что деньги будут пропадать? Так, тысяча долларов на какие услуги? На какие медицинские услуги тысяча долларов выделяют? На дантиста. Лечение и чистка. То есть парадонтологии. Лечение не все. Лечение не все, лечение не все. Только что-то простое, пломбочки какие-то, если уже идет с корнями что-то связанное, то это уже за отдельную плату, и при чем оплата будет? И естественно, какие-то имплантанты здесь вообще не входят в оплата? Нет, это только частная страховка. А тысячу для чего тогда выделяют? Чистка, профосмотр, если какой-то мелкий кариес. Содержание зубов, поддержание нужной формы. Я немножко просвещенная, потому что вчера только что от доктора. Он объяснил, что здесь временную пломбу ставят на 6 месяцев. Временная пломба зависит от того, какой состав тебе туда сделали. Вообще они не имеют права больше. Ты временную пломбу, точнее, должен носить не больше месяца. Хорошо, теперь я рассказываю. Я была очень удивлена. Доктор с большим стажем сказал, раньше их учили ставить временную пломбу на месяц, когда он был студентом. Потом вышло правило на 3 месяца. Сейчас на 6 месяцев временную пломбу. Оказывается, организм такой умный, что тот нерв, который в корне находится, когда туда подходит инфекция, то нерв отодвигается. Дайте время, чтобы этот нерв отодвинулся. И чем дольше ты с временной пломбой ходишь, тем больше доктору есть возможность запломбировать зуб, потому что нерв отходит. Вы представляете? Назад. То есть у них одна пломба порядка, это простая пломба на ребенка пятилетнего с молочными зубами, 170 долларов. Это минимальная цена. За пломбу платят еще медики? Нет, вот эта вот вся стоимость, это вот Наташа про ту тысячу долларов, которая говорит. То есть они нам показывали расценки. То есть один зуб минимум, 170 долларов. Одна фотография, допустим, рентгена порядка 30 долларов. То есть одной части, что им нужно один зуб или... Что еще? Чистка. Не знаю, зачистку не знаю, но у них это профилактическое. Раз в полгода дети ходят. Вот. Но мы ходили... То есть есть два варианта. Ты можешь сходить в паблик, то есть в государственную клинику. И мы ждали очередь там была, чтобы ребенка сходить в государственную клинику порядка трех месяцев. Но мы не дождались своей очереди. Мы пошли в private, то есть в частную клинику. Но и в частной клинике мы могли потратить деньги, которые государство дает, то есть вылечить зубы ребенку в частной клинике. То есть очень понравилось. Очень нравится отношение донтистов к детям. То есть, ну, я думаю, что если бы у меня в детстве такое отношение донтистов было ко мне, я бы с удовольствием все свои зубы лечила там каждую неделю. С ними так разговаривают, их так увлекают. И чтобы сделать... Вот ребенку у меня пять лет, мы лечили молочный зубик. Ему сделали уколчик, чтобы обезболить. Но перед тем, как ему сделали уколчик, ему положили вакцию, чтобы было не больно, да, уже колоть этот уколчик. Это нужно давление создать, да? Да, потом, когда ему кололи этот уколчик обезболивающий, медбрат отвлекал его различными играми, чтобы он, не дай бог, не увидел иглу, которую ему коля. Чтобы стресса не было, да? Чтобы не было стресса. То есть вот, по-моему, это супер. В той зубной тоже клинике, в которой у меня сына лечили, мне что понравилось, у них это как большой магазин, я даже не знаю, как офис даже. Очень много вот этих рабочих мест, и они ничем не перегорожены. Ты можешь сидеть рядом с другим человеком, на огромной территории, да, на огромной территории, у них очень много вот этого всего. Но они детям, действительно, они их так отвлекают, очки какие-то дают, чтобы, если что, там брызги не летели. Они все разноцветные какие-то, где-то игрушки какие-то навальные, стоят, журналы какие-то есть, кубики-рубики, ну, в общем, много всего. И в конце дадут наклейку зубного счета, зубную пасту. И у меня сын так в таком счастье вышел от зубного, я даже не ожидала, что он не будет бояться. Мило. Здорово. То есть, что здесь касается сервиса, то сервис на высшем уровне. То, что касается качества исполнения работ, то есть, где лучше, здесь или в России, я однозначно не могу сказать. То есть, мне и нравилось качество в России, пока мне нравится качество здесь. Качество чего? Качество, допустим, медицинских услуг, вот донтисты, да, мы посещали. Вот, поэтому, ну, как-то вот сервис, конечно, здорово. То есть, ты приходишь, чувствуешь себя комфортно, ребенок не боится. Это ты говоришь про частные клиники? Про частные. Про частные. Потому что у меня есть опыт про частные и про паблик. Это две совершенно разные вещи. В пабликах они совершенно не стараются сохранить зубы. То есть, если они видят какой-то, восьмерка, ну, зуб мудрости. Я тоже работала в стоматологии. Я тоже много знаю. То есть, зачем ее сохранять? Она только, ну, вред наносит. Зачем? В России же пытаются сохранить все зубы свои, нежели чем... Да. Что-то это. Ну, как сказать? Нет, подожди. В России до сих пор используется мышьяк. До сих пор для обезболивания. А мышьяк разрушает зуб вообще абсолютно. Ну, вообще... Он медленно, даже если ты его залечишь, он же все равно будет его разрушать. Временно плотно. Ой, вы знаете, я вспомнила, здесь зуб мудрости принято удалять. Поэтому, как только идут зубы мудрости, записывают всех детей, в семье, на зуб мудрости, потому что это делают под наркозом, они идут, и это операция как обязательная. Под местным, наверное, наркозом. Или под общим. Под общим наркозом удаляют зубы мудрости. Они не нужны. Всем поудаляли. Да, это у них тоже призумительная. Процедура. Это тоже. Так. Они просто... Ну, что, девочки? Главит, наверное, говорили, что это скучно. Всем слушать вас. Нет, почему это скучно? Интересно. Интересно. Я думаю, что... Можешь пообщаемся? Да. Когда... Сейчас уже... Тут не болтать. Тут не болтать. Девочки, все, пока. Пока. Баааааа. Пока.